Бывают случаи, когда собственники ранее учтенных объектов недвижимости по каким-то причинам не оформляют права на них. В управлении Росреестра по Карачаевой Черкесии журналистам провели статистику и рассказали о порядке документального подтверждения владения имущества. В нюансах разбирался корреспондент Артур Мхце. Известно, что с 1 марта текущего года в России изменился порядок предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Теперь получить эти данные невозможно без согласия самого человека. С одной стороны, дополнительная защита персональной информации. С другой, создание некоторых трудностей для организации работы ряда ведомств. В частности, региональное управление Росреестра для систематизации данных о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости проводит совместно с муниципалитетами огромный объем работы. Это и обращение в архивы, и поиск самих граждан, у которых на руках должен быть определенный перечень документов. Будьте более сознательными, излишней волокиты, возможно, было бы куда меньше. Эти права, к сожалению, до нас еще не дошли. То есть люди зарегистрировали свои права, у них есть документы, старое свидетельство, регистрационное удостоверение, но эти документы, эти сведения к нам не поступили. То есть люди к нам не пришли. С учетом того, что этих сведений у нас нет, мы сейчас проводим работу по выявлению правообладателя вот этих объектов недвижимости. Представители ведомства рассказали журналистам о порядке регистрации договоров долевого участия и предоставлении необходимых сведений для единого государственного реестра недвижимости. Кроме того, репортерам сообщили о ряде других не менее важных деталей, которые должны знать граждане. В частности, об использовании экскроу-счетов и установлении публичного сервитута. После заключения договора долевого участия, регистрации его в Едином государственном реестре недвижимости, дольщик открывает специальный счет, на котором блокируются его денежные средства до окончания строительства. И эскроу-агент, то есть банк, после окончания строительства перечисляет эти деньги застройщику. Что это дает дольщику? В первую очередь, защиту его финансов от неприятных сюрпризов. Он либо получит готовое жилье, либо вернет назад деньги, даже в том случае, если застройщик окажется не способен выполнить обязательства. Другое дело, что эскроу-счет относительно новый для России продукт, и пока далеко не все банки с ним работают. Кроме того, строительная компания не может использовать средства дольщика на текущие нужды, а значит, вынуждена брать кредиты под проценты, что в конечном итоге непременно скажется на цене жилья. Впрочем, как говорят эксперты, в нашей республике проблем в этом направлении пока нет. Артур Махцера, Солбердиев, Вести, Карачао, Черкесия.